Ну, вроде получилось. Значит, я напомню вам еще раз, где мы остановились. Мы говорим сейчас о комментариях в Мишне, пытаемся увидеть в этом комментарии своего рода ростки будущего, более полного учения Рамбама. И красные в этой схемке подчеркнуты те моменты в комментариях в Мишне, которые на самом деле являются нетрадиционными и скорее апеллируют к философскому знанию, нежели к традиции. Ну, и мы с вами начали читать как раз такой фрагментик из предисловия к общему, общего предисловия к Мишне. И прочитали о роли Агады и о том, что можно было бы назвать идеей эзотеризма. Сейчас вернемся к тексту. Вот он, текст. По-моему, мы остановились на вот этом абзаце, где Рамбам говорит, что в прилюдном обучении не обойтись без иносказаний и загадок. Ибо среди слушающих могут быть женщины, дети, подростки с незрелым интеллектом. И когда созреет интеллект, то станут они обдумывать все эти намеки и из них понимать недосказанные. И об этом царь Шлома сказал. Понять притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и их загадки. Это цитата из Мишлей, которую Рамбам будет использовать и в других своих произведениях. То есть, напомню, он еще раз говорит о том, что мудрецы... Не еще раз, а я напоминаю еще раз, что он говорит. Он говорит о том, что мудрецы Талмуда в притчообразной форме, на самом деле, излагали, возможно, какие-то вещи, связанные с физикой или метафизикой, то есть с мироустройством. Но в силу того, что они обращались к массам, к большой аудитории, они обращались к ним с помощью иносказаний и загадок. Эти иносказания и загадки в Талмуде вызывают недоумение. Поэтому и говорили наши мудрецы о божественных предметах намеками. И если человек находит в их словах, кажущиеся ему нелепым, пусть отнесет этот недостаток не к ним, но к своему разуму. И если встретит среди этих притч несовместимые с его разумом, пусть скорбит о том, что не может понять их, пока не станут они для него совершенно истины. То есть вот это отношение недоумения к талмудическим текстам, и речь идет сейчас о агаде, о агадическом материале, а не о агологическом материале. Залахой-то как раз все понятно. То есть там, где речь идет о законе, о нормах, делай так, делай эдак, там все понятно. Мущественные взаимоотношения, шрут, ну и так далее. То есть там как бы можно говорить о том, зачем эти заповеди нужны и так далее, но вот эти вопросы «зачем» задаются как раз не в агадической части, а в части агадической. И поэтому, когда он сейчас говорит о вот этих божественных предметах и так далее, то имеет в виду то, что находится в той части, которую мы условно называем агадовик. Ну просто как противопоставляет эту часть агадовик. И дальше он говорит следующее. Разумом люди отличаются друг от друга в той же мере, что и темпераментом и характером. Характер одного человека хорош, ближе к равновесию, чем характер другого. Точно так же разум у кого-то может быть совершеннее, полнее, чем у другого. Мы говорили, по-моему, об этом, может быть, даже читали этот фрагмент, где речь идет о темпераменте. Это, по сути дела, смесь темперамента. Это смесь мезог на ибрите, смесь четырех жидкостей, которая в различных сочетаниях определяет, собственно говоря, различные склонности человека, склонности его характера. И Рамбом здесь говорит о том, что и разум человека тоже, в общем-то, может быть получше, а может быть и похуже. И нет сомнений, что интеллект того, кто знает нечто, не равен интеллекту того, кто этого не знает. Ибо в первом случае интеллект является актуальным по отношению именно к вот этому знаемому, а второй потенциальным. То есть он мог бы это узнать, но еще не знает. И поэтому есть утверждения, которые для определенных людей истинные, совершенно очевидны, а для других немыслимые, невозможные. Все зависит от уровня интеллекта. Вы видите, что интеллект, в отличие, может быть, от темперамента, с которым тоже, может быть, можно как-то бороться с этой смесью четырех жидкостей за счет правильного питания, предположим, или перемещаясь в более щадящие климатические пояса и так далее. Но с разумом, как мы видим, в принципе, можно работать. Это не то, что у одного врожденный интеллект хуже, а у другого врожденный интеллект лучше. Хотя и это, может быть, он тоже имеет в виду. Но в любом случае есть актуальность в самом интеллекте, то есть способность получать знания. Есть те, кто уже какие-то знания получили. Естественно, что, получив знания, их интеллект оказывается более продвинутым. И вот он приводит пример. Пример простой, но получительный. Покажу это на простом примере. Допустим, некто изучал искусство врачевания, математику, музыку, естественные науки, и разум его чистый. Он сообразителем. Видите, все-таки врожденные какие-то свойства. Разума он подчеркивает. Но он не имеет никаких познаний в геометрии астрономии. И, предположим, мы скажем ему, какого-то мнения, в утверждающем, что вот этот маленький кружок, то есть Солнце, на самом деле огромная сфера, которая в 166,3 восьмых раз больше зимного шара, и которая в охвате 24 тысячи мили. И этот человек заявляет, что таким образом он может вычислить, сколько миль в охвате Солнца. Вот что этот человек, разумный, и, в общем-то, довольно образованный. Мерчевание, математика, музыка, это то, что он изучал. И сообразительный, и разум его чист, ничем не помутнен. Что он скажет относительно вот этих вычислений, которые являются астрономическими. Здесь нужно знание о геометрии астрономии. И нет сомнения, что этот чистый разумом муж, владеющий упомянутыми науками, не нашел бы в себе никакой возможности признать эти утверждения истинными. И все это для него было бы непостижимым. Первой его мыслью будет невозможность подобного утверждения. Как человек, который возвышается над землей на мизинец, может знать ее размеры, охват и площадь с такой достоверностью, если он не измерил ее фрагмент за фрагментом? Как можно оценить размеры Солнца в небе на огромном расстоянии, если видеть его четко невозможно? Ни самого тепла тела его, ни его сияющие оболочки. А тут приводят данные с точностью, он дал 3,3,8. Все это сущая ерунда, сказал бы нам этот сообразительный человек. Не останется у него сомнения в том, что все эти утверждения ложны. То есть он приводит на примере, в общем-то, из наук, которые относятся к наукам подготовительными. Это еще не физика, это еще не физика. Это геометрия и астрономия. И человек, который с этими науками не знаком, он оказывается в недоумении относительно тех утверждений, которые в этих науках получены. То есть научное знание интуитивно не воспринимается. Есть научное знание, которое, может быть, можно принять на уровне интуиции, а есть научное знание, которое невозможно принять интуитивно. Вот этот пример именно это и показывает. То есть интуиция человека не работает в плане восприятия научного знания. Научное знание может быть воспринято только тогда, когда ты овладел соответствующими науками и соответствующими знаниями. Но если сделать его привычным учебником геометрии, обучить соотношению свойств фигур, он постепенно перейдет специальным сочинениям по этой конкретной теме, например, книги по астрономии Аль-Магез, Аптолемеевский, и постепенно станет ясным для него это исследование, и станут эти данные ясны и истины, доказаны строго, и не останется у него сомнений в точности размеров Солнца, которые прежде были совершенно непостижимы для него. А ведь мы начали с тут положения, что наш герой научен многим наукам, что он чисто сутком, сообразительным. Да и вопрос, который мы задали, он из научных, то есть из таких, которые суть ступени на подъеме к божественным предметам. То, что я сказал, это подготовительные науки, это еще не о божественных предметах речь, а речь идет пока о совсем простых вещах. Тем более, все это справедливо в отношении того, кто совершенно лишен мудрости и не приучен ни к одному из методов подготовительных наук. Вот он сейчас как раз говорит о том, что они подготовительные. И лишь перешел от разума своей матери к разуму своей жены. И если поставить его перед любой Агадой, перед любым вопросом из божественной науки, а именно такие вопросы сокрыты в Агаде, то есть в Агаде скрываются вопросы, связанные с божественной наукой, наверняка сочтет все это выдумками, лишенными смысла. Все это далеко от него, как небо от земли. И его разум слишком слаб, чтобы понять Агадот хотя бы в малой части. Разум его отпрянет от самой попытки понять это. И поэтому нам надлежит прежде всего решить в сердце, что это истинно, исследовать тему тщательно, не торопиться отрицать ни одну подробность. А если что-то кажется нам неуместным, нужно погрузиться в научное изыскание, пока не станет понятен нам тайный смысл, заложенный в Агаду. Здесь любопытное утверждение. То есть для того, чтобы понять Агаду, необходимо погрузиться в научное изыскание. Но Агада вроде бы говорит не научным языком, Агада говорит образным языком. Этим образным языком с точки зрения Маймонида выражены некие научные истины. Поэтому для того, чтобы их разглядеть в этом образном языке, необходимо их как бы получить. Получить их с помощью изучения наук. и когда у меня научная база достаточна, то я смогу понять этот самый образный язык. То есть получается удивительная штука, что на самом деле сама Агада мне ничего не скажет. Зачем же тогда мы спросим вот этот самый образный язык? И зачем, собственно говоря, таким образным языком нам рассказывают об этих божественных истинах, если на самом деле понять их может только человек, который погрузился в научное изыскание? Так тогда пусть нам скажут, что нужно научное изыскание. И не рассказывают байки, не рассказывают Агаду. Этот вопрос здесь возникает по поводу вот этого пассажа. То есть он говорит, что ты, когда подойдешь к чтению Агады, ты имей в виду, что там заложена истина. Не спеши отрицать. Но для того, чтобы понять, о чем это, тебе придется погрузиться в науку. Я оставлю пока это как вопрос. То есть посмотрим, ответить ли на это Рамбан. Здесь вот это примечание может важно. Еще раз, божественная наука или наука о божественном Рамбан подозревает метафизику. Возможно, перевод слова теология может внести определенную путаницу. Поэтому широкое понятие включает в себя, к примеру, богословие Акалама, которое Рамбан не приемлет. И употребляя термин теология, следует помнить, что для Рамбана это совсем не то же самое, что, например, для отцов церкви или для мутокалимов. Ну, хорошо. Если хватит раздак. Ведь даже мудрецы, мир им, при том, что были старательны в учебе, одарены, общались с великими людьми, удалялись от соблазнов этого мира. Общение с великими людьми и удаление от соблазнов, это мы видим, что это пропедевтика определенная. Для того, чтобы, собственно, погружаться в науке, необходимо общение с умными людьми и удаление от соблазнов этого мира. И если не понимали они слова древних, относили это к своей ограниченности, не ввиня предшественников. О том они и сказали, сердца первых были раскрыты, как врата зала. В последних даже с игольное ушко не раскрыты. Сердце, как мы помним, является в логической литературе вместилищем разума, а не эмоций. И поэтому, когда говорится о том, что сердца первых были раскрыты, как врата зала, это значит, что их разум был силен. А последний это разум их с игольное ушко. И уж тем более мы, утратившие мудрость. И об этом сказал пророк. И пропадет мудрость мудрецов его, и разум разумных его исчезнет. Это у нас из Шаяу, цитата из трактата Ирувин. И уж тем более мы, утратившие мудрость, каждому из нас свойственны четыре свойства. Слабость ума, сила страстей, лень в учебе и проворство в мирских делах. Это четыре лютые казни. Четыре лютые казни это из Хескеля. Вот это четыре лютые казни это как раз то, что свойственно Маймонид приписывает как бы и себе тоже, говоря о нынешнем поколении, которое в общем прямо вот эти четыре вещи им преграждают путь к достижению истины. И как же нам не видеть свои недостатки в сопоставлении с ними? Ведь они, мудрецы Талмуда, знали, что все слова их предшественников чисты, нет в них изъяна, а потому тщательно изучали их и предупреждали недаром сказано предупреждали и предупреждали точка. Недаром сказано осмеивающие слова мудрецов будет помещен в котел с кипящими испражнениями. Это тоже это магическое высказывание, это тоже ирубин. Впрочем, кипящие испражнения не хуже самой его глупости, подвигнувшие его насмехаться над мудрецами. И потому среди отторгающих слова мудрецов ты найдешь лишь тех, кто гоняется за страстями, предпочитают телесные, таких, чье сердце совершенно не озарено светом. То есть он пока на вот этот вопрос, который я задал, он пока не ответил, правда? То есть он пока что говорит лишь о том, что восприятие по-мундической годы мы должны относиться с пиететом. Мудрые были, древние были мудрее нас, они явно занимались божественными предметами, божественной наукой, в том смысле, что они занимались метафизикой, и когда нам кажется, что их слова в общем смешные, глупые и так далее, это на самом деле наш недостаток, а не их недостаток. И нужно каким-то образом ждать, молиться, изучать науки в надежде, что мы эти слова поймем. А вот почему, собственно говоря, они таким образом это сформулировали, он сказал, почему сформулировали выше, он сказал, что так иносказательно приходится говорить, когда говоришь о божественных предметах, потому что говоря с массами, ты не знаешь на кого рассчитывать, то есть если это услышит человек, который обладает умом неразвитым, то ты его как бы потеряешь, а если ты рассказываешь ему такие байки, то ты вроде бы как его не теряешь, он постепенно, может быть, придет к осознанию того, о чем, собственно говоря, в этих образах идет речь. но получается, что в данный момент, говорит Маймонит, у нас нет другого выхода, кроме как изучения наук для того, чтобы понять эти слова мудрецов, хотя на самом деле после того, как я науки изучил, может быть, их слова уже окажутся мне и не нужны. Поскольку мудрецы знали истинность слов своих предшественников, то посвятили им всю жизнь, велели изучать их ночью и днем и сделали это целью и основой. И так должно быть, как они говорили, нету Всевышнего в этом мире ничего, кроме четырех локтей Аллахи. Здесь удивительное высказывание, потому что вообще-то, он говорит про Агаду, поэтому высказывание, что нету Всевышнего в этом мире ничего, кроме четырех локтей Аллахи, вроде бы к этому не имеет отношения, потому что как раз Аллахатов все понятно, то есть Аллахой как раз нет ни одной проблемы, и поэтому Всевышнего в этом мире нет ничего, кроме четырех локтей Аллахи, говорят как раз те, кто утверждает, что Агаду не очень важна, а именно Аллаха важна. Ну, вот здесь такую парадоксальную цитату приводит Рамбом, не очень ясно почему, потому что вообще-то говоря, он по-видимому все-таки имеет в виду калмут, может быть, в целом, то есть, может быть, он хочет в том числе сказать, что Аллаха и Агада являются в каком-то смысле неразделимым целым, и поэтому здесь говорит в том числе про Аллаху, хотя на самом деле все время говорил именно про Агаду, в которой скрываются эти самые тайны тоже. Значит, если мы попробуем все-таки ответить на вопрос, который я задал, зачем мне, ну вот, предположим, на тот период, когда Рамбом пишет свой комментарий к Мишне, зачем мне понимать слова мудрецов, если эти слова мудрецов на самом деле скрывают в себе научное знание. Давайте я просто буду изучать науки, погружусь науки, пойму их, освою, и все. И мне не нужно тогда изучать эти самые слова мудрецов. Зачем мне, собственно говоря, их изучать, если я уже понял науки, а потом окажется, что вот таким вот хитрым способом мудрецы Талмуда говорят тоже об этом же, о чем я уже, собственно говоря, узнал. Здесь ответ может быть, ну, несколько, может быть, ответов на этот вопрос. Один возможный ответ стоит в том, что тем самым, изучая эти слова мудрецов, я в каком смысле учусь вот этому иносказательному методу, то есть эзотерическому письму. Может быть, не те образы, которые использовали мудрецы Талмуда, я буду использовать, но я пойму, каким образом они заворачивают, упаковывают научное знание вот в эти образы свои и смогу делать то же самое, используя образы уже близкие мне, моему времени. Это один вариант. Второй вариант это то, что можно предположить, что слова мудрецов, поскольку они являются словами чего, они являются словами устной Торы. Устная Тора по сути, она что делает? Она вроде бы каким-то образом занимается экспликацией письменной Торы в действительности. И если предположить, что письменная Тора содержит в том числе описание мироустройства, то устная Тора что делает? Она перелагает по-новому на другом языке, она говорит о том же самом. Почему она говорит о том же самом на другом языке? Потому что язык Тора, предположим, не близок к той аудитории, с которой разговаривали мудрецы Талму. То есть этот самый учитель выбирает образную систему, с помощью которой он общается со своим учеником или со своими учениками. Но помимо всего прочего ему нужно выбрать такую образную систему, которая оказалась бы многослойной. Почему? Потому что на самом деле ученики тоже являются учениками разного уровня. Тогда мудрецы Талмуды должны создать такую образную систему, которая бы заключала в себе несколько слоев, энное количество слоев. И тогда я мог бы сказать, что для чего же мне изучать Акаду, если я изучил науку. Ответ может быть такой, что изучая эти слова мудрецов и в них вникая, и когда я вижу, что изучив науку, что в них раскрывается это научное знание, то я могу предположить, что в них содержится еще что-то, чего я не знаю. И по сути дела вот это то, чего я еще не знаю, оно меня может побудить к тому, чтобы продолжить изучение науки. То есть в этом смысле можно предположить, что устная Тора это не что иное, как когда-то в свое время было. Как живой инструмент подталкивающийся человека к его продвижению в изучении наук. Подталкивающий именно за счет того, что учитель что-то говорит, какую-то образную систему предлагает, ученик ее воспринимает, потом что-то понимает, потом скрывается в ней что-то дополнительное и так далее. И такова была устная Тора. А сейчас этой устной Торы в каком смысле нет. Рампом прав, да, то есть вот этой традиции, традиции, которые условно можно назвать традицией по-мудическому периоду, на момент Рампома ее как бы нет. Вместо этого есть совершенно другие методы, которые ввел в саде те методы, которыми занимаются предположим шкенастские мудрецы для изучения Талмуда или Торы. И поэтому нет ничего случайного в том, что Рампом пишет комментарии к Мишне как к базовому тексту вот этой самой талмудической культуры, где он говорит о том, что мы можем, должны отнестись к словам мудрецов с соответствующим пиететом и с предположением, что они на самом деле в своих словах выражали определенного рода научное знать. И тот, кто вдумается в эти слова, если поймет их буквально, сочтет их далекими от истины. Неужели четыре локтя Аллахи только и являются целью всего, а науке и премудрости следует отбросить? А в Нишема и Эвера и позднее, когда несомненно еще не было Аллахи разве Всевышнего в мире его ничего не было? Я объясню тебе таким образом, чтобы это стало примером ко всему, что ты встретишь дальше. Хорошенько это обдумать. То есть, видите, что Рамбон привел вот эту фразу «Нету Всевышнего в этом мире ничего, кроме четырех локтей Аллахи». Как провокативно, да, то, что мы видели, он в общем говорит про Агаду, а теперь переключается на Аллаху, и теперь он, осуществив эту провокацию, объяснит нам, почему, собственно говоря, он упомянул это выражение. Объясню тебе это таким образом, чтобы стало примером ко всему, что встретишь дальше, а думай это хорошенько. Знай, что древние вели глубочайшие исследования в меру своих знаний и ввиду обширности своего интеллекта. и было для них очевидной истиной, что все сущее имеет цель, ради которой оно существует, ибо ничто не существует напрасно. И когда эта истина стала у них универсальной идеей, приступили они к изучению подробностей всего сущего, чтобы понять назначение всякого вида и всякого творения. Вы видите, совершенно неожиданно у нас открывается вообще новая тема. Тема исследования цели, цели всего сущего или цели каждого творения. А ведь началось все вроде бы с этой фразы, что у Всевышнего в этом мире нет ничего, кроме четырех локтей Аллахита. Смотрим, ответит он на это или не ответит. То есть он как бы закинул такую удочку, что давай я тебе объясню, что имелось в виду под этими самыми четырьмя локтями Аллахи. И ты восприми это как парадигматический пример, потому что дальше я, собственно говоря, буду пользоваться приемом не объяснением этой конкретной фразы, а тем приемом, который будет использоваться для объяснения этой фразы. И вот он начинает совершенно новую тему, о цели творения или о цели всякого вида. И увидели они, что все сделанное имеет известное назначение. И этот факт не требует исследования. Ведь мастер приступает к работе над изделием только после того, как представил себе в уме его предназначение. К примеру, вот пила. Не станет делать ее кузнец, прежде чем не продумает, как разделить цельное дерево и представит себе в уме форму пилы. И тогда пойдет ее делать такой, чтобы она могла пилить. Понятно, почему здесь дерево, но неважно. Предположим. Ведь назначение пилы пилить, а назначение топора убить, а игла нужна, чтобы сшить два куска ткани. И так всякая вещь, которая сделана намеренно. То есть он сейчас говорит о сделанном. Все сделанное, оно ясно, что оно имеется. Здесь не нужно ничего доказывать. Очевидно, если я что-то сделал, то я сделал для чего-то. Что же касается всего, что сотворено божественным искусством и природной мудростью, например, разнообразных фруктов, трав, металлов, камней и видов живых существ, то цель сотворения некоторых из них постижима простым исследованием, а иные требуют сложного исследования. А если такие, назначение которых раскрывается только в пророчестве или в тайне, и достичь этого научным исследованием невозможно. Ведь нет у человека возможности узнать, зачем природа вызвала к существованию часть муравьев с крыльями, а часть без крыльев. Зачем сороконожки столько ног? И зачем нужны эти муравьи и эти сороконожки? Что же касается более крупных вещей сотворенного, действия которых более явно, правонахождение их предназначения одни ученые имеют преимущество перед другими. Чем более образован и мотивирован ученый, чем чище его разум, тем о большем числе вещей он будет знать, в чем их предназначение. Ну хорошо, понятно, то есть сделанные вещи, все понятно, что они имеют предназначение, не сделанные вещи, все сотворенное, тут вопросы есть, есть какие-то понятные, есть менее понятные, сороконожками понятные чего, с муравьями тоже, мы могли бы спросить, а с кем да понятно, ну не знаю, с коровой понятно, чтобы его кушать, например. И когда Всевышний дал Соломону от мудрости своей, которую обещал ему, узнал он предназначение видов, насколько возможно человеку в бытность его человеком, и говорил он о предназначении деревьев, трав, разнообразных существ, и об этом говорит Писание, и говорил о деревьях, говорил о деревьях, от ливанского кедра до изофа, на стене от скотины и птицы до присмекающихся рыб, ну это цитата из Малахим, первая книга Малахим, и в этом свидетельство того, что в нем была божественная сила, и сказал дальше, приходили из всех народов слушать мудрой Соломон. Ну хорошо, вообще же все, что находится в подлунном мире, мы помним, что он собирается объяснить, четыре локтя Аллахи, это мы помним, пока он ничего не объяснил, пока он объясняет о предназначении тех ливых вещей. Все, что находится в подлунном мире, существует для человека и только для него. Часть животных, мелкий, крупный скот и другие в пищу, иные, например, осел, чтобы перевозить на нем то, что не несешь в руках, кони, чтобы преодолеть большие расстояния в короткое время. Есть и такие назначения, которых неизвестно, то есть наверняка есть в них польза человеку, но она неизвестна. И тоже касается деревьев, часть пригодна в пищу, часть исцеляет болезни, тоже можно сказать отравов и в отношении всех видов, то есть сейчас у нас какой переход на самом деле в подлунном мире все существует ради человека. Человек является в каком-то смысле целью творения и поэтому все сотворенное оно является сотворенным для тех или иных человеческих потребностей, потребностей человека, даже если мы положим не знаем чего там. То же самое касается деревьев, часть пригодна в пищу, часть исцеляет болезни, травы и так далее, а то из животных растений, чем человек по всему, по твоему мнению нет пользы и не употребляется оно в пищу, это всего лишь указывает на недостаточность наших знаний. Не может быть ни травы, ни дерева, ни животного от слона до червя, чтобы не было в нем пользы для человека. И вот тебе доказательства, из поколения в поколение открывают пользу новых и новых трав, видов деревьев, которые были неизвестным древним и извлекают из них великую пользу. И не в силах человека оплатить пользу всего растущего на земле, но она раскрывается через опыт поколения за поколением. То есть весь сотворенный мир, животные и растения, это ничто иное, как своего рода обслуживание человека. И даже если человек не знает, какую пользу он может извлечь из того или иного животного или растения, то это просто потому, что он еще не раскрыл это. А вообще-то говоря, постепенно это все раскрывается. Когда все это раскроется, будет понятно, что нет ни одного сотворенного существа, которое бы не служило тем или иным образом человеку. Ты можешь сказать, для чего же сотворены разные яды, вроде прострел травы или кровавой травы, в которых смерть человека, а не польза для него. Знай, что и в них есть польза. Они смертельны при применении внутрь, но не смертельны при применении на кожу. А коли станет тебе известно, какая великая польза человеку от гадюк, то тем более от всего еще менее опасно. Смениный яд и так далее. Итак, мы установили, что причина всему сущему человек теперь должен исследовать для чего же существует человек, в чем его предназначение. После того, как Рамб нарисовал нам картину антропоцентричного мира, где человек является центром мироздания, какого? Не всего мироздания, заметьте, а какого? Подлунного. Подлунный мир. Надлунный мир нет. Подлунный мир да. Потому что здесь у него будет, собственно говоря, полемика, в данном случае явно не проявлена, саади, у которого этот самый антропоцентризм выражен еще более яркой формой. Саади говорит о том, что человек цель всего творения, включая надлунный мир. То есть получается, что вот эти сферы, эти отделенные интеллекты, все-все-все-все-все, звезды, все это крутится ради человека по усаде. Маймони такого сказать не может, потому что на самом деле эти надлунные сущие, они являются сущими более высокого порядка, ангелического порядка, условно. Ну, не условно, он так их назовет, он будет отразделять сферы, например, с ангелами. То есть это мир более высокого порядка. А вот мир подлунный, в мире подлунный нет ничего выше человека, и поэтому все, что в подлунном мире сотворено, оно сотворено ради человека, потому что человек является как бы в пирамиде подлунных существ, он находится на вершине этой пирамиды. Теперь надо понять, для чего человек создан. Ну, нормально, да, теперь для чего создан человек. Долго исследовали это и нашли, что у человека много функций, в отличие от животных и растений, в которых одна-две функции и единственное под назначением. Назначение пальмы в том, чтобы растить финики, не только в этом, странно, а улав, ну ладно, и подобные и остальные деревья. Есть живые существа, которые плетут как паук или строят как ласточки, но у человека множество различных функций, поэтому исследовали каждую из них, чтобы понять, в чем его предназначение. Все исследовали древние мудрецы, то ли мудрецы Талмуда, то ли философы, вопрос остается для нас с открытым, или те и другие, и нашли, что это одно единственное предназначение. Остальные же действия, хотя обеспечивают его стабильное существование, но нужны они лишь для того, чтобы было исполнено единственное предназначение. а оно состоит в том, чтобы постигать идеи, познавать истины, каковы они на самом деле. Но единственное предназначение, несмотря на различие многих функций, и это предназначение, это постижение идей, познание истины. Это собственно Аристотель, как Аристотель и говорит в Никомаховой Этики. Именно это. И немыслимо предположить, что предназначение человека есть, или пить, или вступать в половую близость, или строить стену, или быть царем, ибо эти действия не меняют его сущность. А еще эти функции являются общими для человека и животных. А вот мудрость возвышает его сущность и поднимает его из низкого положения к высокому. Высокому из потенциального статуса человека в актуализированный и действительно человек прежде чем разовьет разум и приобретет знания подобен скотине. Ведь он не отличается от других животных ничем кроме разума. То есть способностью постигать идеи. Ну ничего нового. Собственно нам про это тоже говорить. Важнейшее же из идей это представление о единстве Творца. Да будет он прославлен и возвышен. И все связанное с этим из божественных предметов. Остальные же науки даны лишь для того, чтобы через их изучение прийти к божественной науке. Ну видите, конструкция довольно простая. То есть подлунный мир весь сотворен для того, чтобы служить человека. Человек и его предназначение в том, чтобы постигать идеи. Наиболее грандиозная идея это идея вот этого единого Творца или по-аристочке перводвигателя, благодаря которому все происходит, потому что для того, чтобы постичь все, необходимо двигаться снизу вверх, но на вершине этого познания теперь, если человек является вершиной антологической как бы подлунного мира, то Творец является вершиной эпистемологической, то есть вершиной завершающей познания человека, который идет снизу вверх, постигая, постигая, постепенно постигает все. Вот постичь все это значит постичь все, включая то, из чего все произошло, будь то Творец или перводвигатель, в данном случае пока это не важно, он называет его Творцом, но это и есть самая грандиозная идея, благодаря которой становится понятно и все остальное. Но прийти к ней можно не сверху, а можно прийти постепенно, продвигаясь в изучении наук. Рассказывать же об этом в подробностях было бы очень долго. Постижение идей обязывает отдалиться от избыточности в телесных наслаждениях, потому что изначально понятно, что разрушение духа в созидании тела, а созидание духа в разрушении тела. Конкуренция духовного и телесного видите, как раз в платоническом может быть духе Рамбом об этом говорит. Человек, гоняющийся за страстями, предпочитающий чувственное и подчиняющий разум своим прихотям, становится подобен скотине, которая ничего себе представить не может, кроме еды, питья, испаривания. В таком человеке незаметна сила Всевышнего, то есть разум и тонет он, как обрубок в море материи. Вот это противопоставление материи духа или телесного и духовного, то есть разумного, оно, в общем, не то, чтобы очень характерно для аристотелизма как такового, и для Аристотеля, для платонизма оно, да, характерно, но в данном случае возможно, что это определенного рода риторика, поскольку помимо всего прочего мы до сих пор не получили ответ на вопрос про четыре локтя Аллахи, правда же, то есть пока мы говорим о предназначении человека и как к этому предназначению прийти, но вот на пути к тому, чтобы прийти к этому предназначению, к постижению идей, есть некие препятствия, эти препятствия сейчас он говорит, они являются избыточностями, как здесь Саша перевел, даже приводит здесь оригинал арабский, что такое избыточности, телесные избыточности, ну хорошо, и сказано ранее ясно, что высшая цель нашего мира и всего в нем образованный добродетельный человек, и если удостоится некто из рода человеческого мудрости и праведности, под мудростью я подразумеваю усвоение истин, каковы они есть, постижение всего постижимого для человека, а под праведностью уравновешенность, естественных проявлениях, когда человек не погружается в них, но берет столько, сколько нужно для поддержания жизни и тела, и совершенствования всех свойств характера, то такой человек и есть конечная цель творения. Человек все-таки является целью творения вообще, но целью какого рода, то есть все, что в подлунном мире его обслуживает, все, что в надлунном мире дано ему в качестве того, что он должен познать, то есть по сути дела получается, что вот этот самый подлунный мир может быть тоже необходимо что-то познать, что именно если речь идет о существах, познать, какую пользу они приносят, да, вот это познание этого мира подлунного, но в том числе возможно, что некоторые законы, действующие в подлунном мире, помогут обнаружить и те законы, которые действуют в мире надлунным, ну, например, опять же, та же самая геометрия или астрономия, да, они основаны на опыте, которые опыте, знания, которые получают человек в мире подлунном, а затем они проецируются, помогают понять, что происходит и в мире надлунном, но в конечном счете получается, что все творение, включая и подлунный мир, и надлунный мир, оно собственно целью своей ставит взращивание, скажем так, взращивание вот этого самого добродетельного и образованного человека, как он здесь назван, да, то есть человека, который постиг истину и который себя правильно ведет. При этом мы видим, да, что подспудно правильное поведение является чем? Правильное поведение является, на самом деле, основой этого самого постижения без правильного поведения, когда человек сваливается к излишествам, к избыточности в телесных наслаждениях или вообще ко всему телесному, то, собственно говоря, он не может достичь соответственно познания и в этом смысле вот эта его добродетельность, она является своеобразной платформой, на которой он может выращивать себя как существо разумное, как существо знающее, постигающее и так далее. Ну вот, если все это ему удалось, то, по сути дела, это и есть цель творения. Понятно, что здесь мы можем усмотреть с одной стороны идеал человека созерцательного, ведущего созерцательную жизнь, который описывается в Никомаховой этике Аристотеля, который действительно говорит как раз о различных функциях человека, говорит о разуме как выделенной функции, о созерцательной жизни, как, собственно говоря, высшей форме жизни человека, а можем усмотреть и традицию чисто монотеистическую, где целью творения является человек, который уподоблен Богу, поскольку разум является тем, в чем человек подобен Богу, то вот этот самый добродетельный и постигший истинный человек является в каком-то смысле партнером творца, тем, ради чего творец, собственно говоря, все творит, хотел создать свое подобие эзерканекдот, то есть эзерканекдот получает помощника, сопротив него получает человек, но и Бог тоже хотел бы получить возможно такого помощника, и таким помощником становится вот этот самый человек, который постигает истину, то есть можно взять это вот в эту сторону, в сторону как бы традиционную, несмотря на то, что мы здесь явно весь этот текст, он в каком-то смысле является таким эхом или отголоском или даже текстом, который изобилует цитаты из никомаховой этики. И это известно нам не только со слов пророков, но и со слов древних мудрецов народов мира, хотя они не видели пророков и не внимали их мудрости, они тоже знали, что человек лишь тот, кто сочетает мудрость и добродетель. И будет тебе достаточно слов великого философа, цель Всевышнего в нас, чтобы мы были разумными и добродетельными. Что это за величий философ? Саша пишет примечание, что Шилат дает ссылку на Никомахову этику, но замечает, что точную цитату ему найти не удалось, и он предполагает, что великим философом Рамбом мог назвать Платона или Сократа, что на наш взгляд маловероятно. Я согласен, маловероятно. Мы также не нашли эту цитату весьма почитаем Рамбом Аль-Фараби. То есть откуда эта цитата неизвестна, но действительно отсылка к Никомаховой этике понятно, потому что Аристотель приходит к тем же самым выводам. Ну и Рамбом, вы видите, он как раз говорит о том, что да, я согласен, я с одной стороны ориентируюсь и на слава пророка, и они в каком-то смысле созвучны этой самой идеей, а с другой стороны, в общем, и мудрецы народов мира, то есть Аристотель в общем говорил об этом тоже. И если человек мудр и умен, но гонится за страстями, это не истинный мудрец, ведь мудрость состоит в том, что вы брать из телесных удовольствий не более, чем нужно для существования тела. И в конце комментария к трактату А вот мы дополним эту мысль и как следует ее истолкуем. Я уже говорил, что вот это общее примечание к Мишне, оно затем получает развитие в предисловии к главе Хелик, Херик Хелик и в предисловии к трактату В каком-то смысле можно сказать, что это большое, одно большое предисловие, насыщаемое рамбом какими-то темами, которые условно можно назвать философскими, но здесь в основном предисловии он намечает эти темы, некоторые из них, да, и развивает их вот в Пэрик Хелик и в комментариях трактата Туловод, как мы видим. И мы видим, как пророк порицает считающих себя мудрыми, но нарушающих Тору и идущих за своими желаниями. Ну, и приводит цитату, да, это цитата из Ирмияу, как можете выговорить, мы мудрецы, и Тора Господня с нами. То есть, те, кто себя считает, называет, сами себя называют мудрыми, но нарушают Тору, это как бы не то. Постепенно вырисовывается ответ, правда, на вопрос, при чем здесь что у Всевышнего, нет ничего, кроме четырех локтей Аллахи. То есть, четыре локтя Аллахи, мы можем сейчас предположить, да, как гипотезу, по сути дела, из вот этой экспозиции относительно цели и предназначения человека, оказывается, что четыре локтя Аллахи, это то, что, собственно говоря, обеспечивает платформу для вот этого самого человека, человека добродетельного и знающего. Четыре локтя Аллахи, правда, не дают ему знания, но они обеспечивают его добродетель, на основе которой он, отталкиваясь как бы, от которой он может двигаться в постижении. Но пока сам Рамбом, видите, он не вернулся к этому пассажу, который, собственно говоря, он вроде бы должен был объяснить. И также, если человек богобоязнен, маскет, отдаляющийся от тех удовольствий, которые не являются необходимыми для существования тела, исполняет все природные действия в доброй мере, воспитал в себе все благие качества, но не образован, то он тоже лишен совершенства, хотя и ближе к совершенству, чем первый. У нас есть еще один парень, который нарушает Тору, но очень мудрый и в науках преуспел, но на самом деле не добродетелен, а другой наоборот добродетелен, но не преуспел в науках. И тот, и другой, в общем, не годится, хотя вот этот самый добродетельный вроде бы Рамбом его ставит выше, чем знающего, оно не добродетелен, потому что его поступки не следуют истинному знанию и основательному осознанию. И потому сказали мудрецы благословенной памяти, невежда не боится греха, как мы объяснили. Не объяснили. Не объяснили, объясним, наверное, как мы объясним в трактате Абла. А тот, кто утверждает, что невежественный праведен, невежественный это амар, это так переведено, то есть простолюдин, праведен, отрицает непререкаемые слова мудрецов, а также и здравый смысл. Поэтому во всей Торе за заповедью и учите, следует, исполняйте их. Это где? Это в книге дворей. Учите слова Тора и исполняйте их. Учение предшествует исполнению. Мудрость приводит к действию, а действие не приводит к мудрости. И о том и сказали мудрецы наши. Учение ведет к действию. Это трактатки души, знаменитый спор по поводу того, что выше учения или действия. То есть Аллаха. То есть, что выше? Талмуд или Аллаха. Талмуд в смысле учения. Но пока все-таки четкого ответа, почему Всевышний четыре локта Аллахи он не дал. И остался здесь один вопрос. Скажет говорящий, вы говорите, что божественная мудрость ничего не сотворила без цели. И что вершина всего сотворенного в подлунном мире это человек. И что цель сотворения человека это постижение идей. Если так, зачем он сотворил людей, которые не постигают идеи? Он не тот вопрос. Мы надеялись, что он все-таки ответит, что означает эта фраза, что у Всевышнего нет ничего в этом мире, кроме четырех локтей Аллахи. Он не ответил. Поэтому наша гипотеза относительно того, что эта платформа для совершенствования человека остается пока в силе. Вопрос, который он задает, вопрос совершенно иной. Вопрос о том, а что делать с людьми, которые не постигают идеи и никогда не придут ни к какому совершенству? Мы же видим, что большинство людей не имеет знаний. Охвачены страстями, человек мудрый, аскетичный, редок, чудо, если найдется и один такой поколение из поколений. и теперь у нас пойдет то, что можно было бы отнести к политике. По сути, он после объяснения в каком-то смысле цели сотворения человека, то есть цель это создать вот такого парня, который одного может в поколении, может двух, который постигает истину и добродетелен и это взаимосвязанные вещи, то есть они неразрывно связаны, поэтому я говорил, что возможно говорить, что Аллаха и Агада связаны, если Агада учит этим самым истинным, а Аллаха обеспечивает так сказать праведность или добродетельность, то они как бы должны дополнять друг друга. А теперь он задает вопрос совершенно другого рода, вопрос относительно тех людей, которые не постигают истину, а их много, их большинство. Что делать с массами? В конечном счете вопрос, зачем они нужны, зачем нужны эти массы? Ответ существования таких людей две причины. Во-первых, обслуживать того единственного мудрого в поколении. если бы все люди были искателями мудрости и философства либо мир, постиг бы крах, род человеческий скоро бы вымер, потому что человек слаб, нуждается во многом, он был вынужден бы учиться пахать, жать, молотить, молоть, варить, делать орудия для всего, чтобы добыть пищу. Также он должен был научиться прясть, ткать, чтобы одеться, строить, чтобы было у него где укрыться, делать орудия, и так далее. Жизни Матушелоха, самый у нас долгожитель, анахический, не хватило бы, чтобы выучить все эти ремесла, в которых человек непременно нуждается, чтобы выжить. Когда же обрел бы этот человек мудрость и изучал бы все науки? Действительно, ему надо и ткать, и пахать, и кушать, и готовить, и то, и все и стирать, и штопать, и прочее, что делает женщина. Для того существуют все эти невежды, чтобы выполнять ремесла, нужные в городе. Это уже Платон, Платон или Аль-Фарабия относительно устройства социума, устройства города. То есть, город в итоге получается подобен муравейнику. Есть условная матка этого муравейника, или то не совсем даже матка, а скорее дитя этого муравейника, сын полка, которого все обслуживают, он просто философствует и постигает истину, и в итоге выполняет предназначение человеческого рода, и в нем воплощается идеал человека, который и постиг истину, и так далее. А все остальные трудятся в это время, трудятся, работают, его одевают, кормят, ну и так далее. Строят ему дом, и прочее, прочее. Вот эти невежды для этого и нужны. То есть получается, что у Рамбома этот мотив мы будем встречать не раз, получается, что невежественные люди, мы и здесь видели в этом отрывке, они в общем ничем отличаются от животных. Невежественные люди также нужны для того, чтобы небольшое количество тех, кто способен к истинному постижению, могли реализовать этот самый человеческий идеал. Ну точно так же, как травы, растения нужны для чего-то, животные нужны для чего-то, осел, чтобы перевозить, чтобы быстро перемещаться там. Ну и невежды тоже нужны для чего-то. Они нужны, чтобы выполнять ремесла, нужные в городе, и тогда найдется в городе мудрец, нужный сам по себе, то есть сущностно необходимый, необходимый с точки зрения плана творения. И будет земля населена, и будет мудрость. И как хороши слова того, кто сказал, кабы не невежды, погиб бы мир. Ведь нет большего безумия, чем это. Человек слабый духом, шаткий телом, странствует от начала второго климата до конца шестого, то есть перемещается из одного климатического пояса в другой, шагает в зимние дни, а летом идет по пустыне в песчаную бурю, рискует встречей с дикими животными и змеями, и все для того, чтобы, может быть, заработать динарий. А когда он соберет несколько динариев, ради которых отдавал душу, начнет раздавать их мастерам, чтобы заложили почный фундамент из камней и извести, чтобы на нем возвести стены, которые простоят стилетия, а он сам наверняка знает, что не проживет столько, чтобы обветшала даже эта стена или даже стена из тростника. Есть ли большая глупость? Также и прочие удовольствия и страсти полная ерунда, как и все созидание на земле, в смысле любого рода активная деятельность, которая приводит к каким-то результатам. Поэтому мудрецы мира назвали тех, кто не учился народам земли, а на арест, теперь он наполняет смыслом само это выражение амарк. Они созданы, чтобы обживать землю и поэтому и названы ее именем. Но они на самом деле глупцы. Почему? Потому что они вот ради подобного рода вещей они делают, но благодаря невеждам, благодаря глупцам, собственно говоря, и Саша пишут точнее даже дураки, придурки, безумцы, то есть это не невежды, а кабы не дураки, погиб бы мир. Дураки собственно говоря, своей движухой бессмысленной с точки зрения глобальной, с точки зрения сотворения человека бессмысленной, они все обустраивают, но в каком-то смысле это нужно, они обживают землю и позволяют тем самым позволяют реализоваться одному, двум из поколений, которые собственно говоря ради чего собственно все было и сотворено. Ну сама по себе эта идея ее можно и обобщать было бы, то есть можно себе представить, что Рамбом говорит, скрывается за этим утверждением, в том числе и утверждение относительно места народа Израиля, да, предположим, что народ Израиля это и есть, собственно, это группа философов, которые весь мир должен обеспечить, да, то есть вот эта иерархия с человеком познающим истину и праведным, которая выращивает в каком-то смысле, что весь подлунный мир старается, да, животные, растения, ну, животные и растения благодаря кому? Благодаря невеждам, невежды стараются, все работают, работают, муравейник работает, чтобы вырастить вот этого одного парня, но в глобальном, в мировом, что ли, масштабе можно было бы представить, что Рамбом видит себе таким образом само мироустройство, да, и продолжим будущий мир, вот есть комьюнити философов, их немного по отношению ко всему человечеству, а все человечество как бы энергично представляет из себя тоже такого же рода муравейник, который производит или обслуживает и обеспечивает, да, дает возможность вот этому комьюнити философов существовать. Они, кстати, опираются на Тору, то есть на Аллаху и постигают истину. Можно возразить, разве мы не видим людей глупых и бестолуковых, живущих в изобилии, покое, без труда, а другие прислуживают им, да еще часто служит ему мудрец, бывает такое. Это не то, что тебе кажется. Глупец пребывает в покое, но в сущности прислуживает тому человеку, который суть цель Всевышнего. Ради велит он построить огромный дворец, посадить большой виноградник, как делают цари и те, постараются ему подобляться. И будет этот дворец стоять наготове, чтобы со временем нашел в нем праведник приют и защиту от смерти. А от того виноградника возьмет меру вина для изготовления снадобия, чтобы спасти совершенного человека от укуса гадюки. Он говорит, мы не знаем, как работает вся эта система виситого муравейня, и тебе может показаться порой, что вроде бы вместо того, чтобы пестовать мудреца, пестует какого-то идиота, который воцарился. Но, говорит, это иллюзия, что тебе кажется, потому что ты как бы не видишь всей системы причинно-следственных связей, и не видишь, где находится этот самый пестуемый муравейником мудрец, а на самом деле в общем все к тому, чтобы его обеспечить. Таково правление Всевышнего, надо будет, он прославлен и возвышен, и мудрость его, которую он подчинил, которым он подчинил природу, что-то которым здесь не очень хорошо, предопределение древних истины, это у нас Ишаяу, и это уже объясняли мудрецы им, они говорили, что Бензома стоял на храмовой горе, глядя, как восходит на нее еврей, и сказал, благословен тот, кто сотворил этих, чтобы служили мне, ведь он, мир ему, был единственным в поколении. То есть Бензома здесь рисуется, хотя с ним не все в порядке, как мы знаем, с Бензомой, но тем не менее Рамбомо квалифицирует как одного из таких мудрецов, и он говорил, вы видите, про евреев в том числе, да, что благословен тот, сотворил этих, чтобы служили мне, потому что он является, собственно говоря, тем идеальным мудрецом, который должен выращивать, должен выращивать, по сути, весь подлунный мир с помощью невежда. Вторая причина существования лишенных мудрости, мудрецов мало, и таков божественный замысел, о том, что вызвано первозамыслом, не спрашивают, почему это так, подобно этому не спрашивают, почему сфер 9, планет 7, элементов 4, видите, у Рамбомо здесь 9 сфер, давайте запомним, да, потому что в принципе это число у разных авторов разное, поменяет ли Рамбом эту цифру в дальнейшем или нет, это и подобно этому необходимая часть изначальной действительности, смотри, и это тоже уже объясняли мудрецы им, сказал Раби Шимонбар Юхай о людях своего поколения, как бы хороши они ни были, видел я великих и мало их, если двое, то это я и сын мой. То есть мир устроен таким образом изначально, и объяснения этому нет, что вот, так сказать, на вершине всего этого механизма, взбивающего, так сказать, сливки для того, чтобы возник идеальный человек, условный партнер или подобие, да, образ и подобие Всевышнего, такого рода индивидов, может быть, немного это изначальный замысел. Для того и создан простой люд, чтобы составили они сообщество, в котором существовали бы выдающиеся люди. Может быть, ты подумаешь, что это незначительная польза. Напротив, она важнее первой. Ты же видишь, что он оставил народы на земле Израиля и сказал, не в один год изгоню я их от вас, чтобы земля не опустела. Видите, вот этот намек на то, о чем я говорил, народы, которые обслуживали в каком смысле Израиль. И мудрецы объясняли эту идею, что значит слова «Ибо это весь человек». Весь мир сотворен, чтобы присоединиться к этому совершенному человеку, то есть составить сообщество для него. То есть социум, сообщество, государство, полис существует для того, чтобы осуществился вот этот самый человек. И так из всего сказано нами ясно, что цель всего в этом мире возникновения и уничтожения это подлунный мир, совершенный в мудрости и поведении человека, которого мы описали. Из слов мудрецов «Мир» и объяснение ими сочетания двух этих совершенных свойств, именно мудрости и праведности в поступках, мы можем понять истинность высказывания о том, что Всевышнему в мире его принадлежат четыре локтя Аллахи. Вот, наконец, он нам ответил. То есть весь этот большой фрагмент он завершил все-таки вот этим пассажем и четыре локтя Аллахи это не что иное, как вот этот самый человек, обладающий мудростью и праведностью в поступках. И поскольку таких людей немного, может быть, поэтому это называется четыре локтя Аллахи. То есть четыре локтя Аллахи это пространство, на котором вырастает вот этот самый мудрый и праведный человек, являющийся настоящим образом и подобие. И после этого он говорит, что мы уже изрядно отдалились от нашей темы, но изложили нечто укрепляющее веру, побуждающее к исследованию, не бесполезное, на мой взгляд. И теперь я вернусь к своей теме. Теперь он возвращается и говорит дальше о составлении Талмуда. То есть он прервался для того, чтобы объяснить, вы видите, да, логика какая, он прервался для того, чтобы объяснить вроде бы нечто сказать про Агаду. Давайте вернемся к этой картинке. Вот у нас само предисловие было построено как источник устной Торы, роль Моисея, виды пророчеств, потом продолжение передачи устной Торы, вроде бы как двигаемся в режиме Перкея-Вод, начало Перкея-Вод, в том числе о видах законов и роли аллогических споров в установлении законов. Дальше идет важная часть, коль скоро речь идет про Мишну, то, естественно, он говорит о структуре Мишне, о логике деления на разделы и трактаты, то есть нормальное предисловие, которое объясняет в том числе структуру произведения, чего на самом деле до него практически тоже не делали. И я уже говорил о том, что, частью, которая скорее созвучна предисловием философским, то есть, например, обязательно надо было объяснять стиль письма Аристотеля или цель, польза, место, структура произведения, десятый пункт. Поэтому, несмотря на определенную традиционность, вот эта часть, она на самом деле является не такой самой очевидной для предисловий, которые мы имеем, то рамбомы. А дальше мы видим, да, вот о роли Агады и тайны Торы, причины использования иносказаний. От этого он переходит к цели всего сущего и предназначения человека, и дальше о совершенном индивидууме и сообществе, и роли сообщества, которое выращивает этого самого индивидуума. Но при этом частично, да, можно сказать, что вот эти две части, вот я их подчеркнул, они основаны, да, их как бы обрамляет высказывание, что у Всевышнего в этом мире нет ничего, кроме четырех локтей Аллахи. При этом мы понимаем, что поскольку он до этого говорил про Агаду, то, как я уже сказал, Агада и Аллаха в каком-то смысле оказываются в слове Аллаха в этом высказывании, возможно, сплетенными в то и другое. Агада в каком-то смысле дает как раз знание и понимание, Аллаха дает добродетельность, которая обеспечивает возможность получения знаний. Но все это, когда он говорит, что я отдалился от нашей темы и так далее, сейчас вернусь, и вот он возвращается и говорит о продолжении передачи Устной Торы от Талмуда до Гаонов. Но на самом деле вся вот эта часть, она является с одной стороны вроде бы отступлением, а с другой стороны она по сути говорит о предназначении чего? О предназначении Мишны. Ведь это предисловие о всей Мишне. То есть Мишна, это есть, собственно говоря, Устная Тора, которая включает в себя и Агадическую часть и Аллахическую часть, а не только Аллаха, Мишна, несмотря на то, что многие так ее воспринимают. И по сути дела он говорит о чем? Он говорит о предназначении Мишны. Мишна предназначена для чего? Мишна предназначена для как раз выращивания этого самого человека. То есть для него его обслуживают растения, животные и невежды, в том числе организующие город, включая царя и так далее, который на самом деле есть не что иное, как некий механизм, который позволяет освободить этого самого мудреца от потенциального мудреца, чтобы он реализовался от каких-то забот. Но, так сказать, сама Устная Тора, а именно Мишна, она является тем, что дает ему вот это самое знание. Она учит его, Тора учит его добродетели, и Тора учит его истинному знанию. И это и есть Мишна. Мишна в себя включает и то, и другое. И поэтому это отступление на самом деле в общем отступлением на самом деле не является. Ну и, как я уже сказал несколько раз, когда мы перейдем в следующий раз уже к предисловию к Перекхелик, а потом к трактату, а вот мы видим, что на самом деле темы, которые он затронул здесь, кратко описав, и выразив это, собственно говоря, в теме предназначения человека, они будут там развиваться более подробно. Подход к тому мудической Агаде это то, с чего собственно будет начинаться предисловие к Перекхелик, включая основы веры, а предисловие к трактату Авод, он здесь тоже упомянул трактат Авод, это в общем вот это самое так сказать нравственное совершенствование, которое необходимо, здесь он подробно на этом не стал останавливаться, он заметил кстати, что я более подробно это все объясню в трактате Авод, на самом деле в предисловии трактата Авода. Ну и мы в следующий раз перейдем как раз к чтению вот этого предисловия Перекхелик, ну а затем через некоторое время и чтению предисловия трактата Авода. Ваши вопросы, если таковые возникли? Ну давайте, я пока еще не начали люди раздавать, я спрошу, потому что вопросов, конечно, слишком много, я так и не понял, может я прослушал, почему четыре, почему локти, это первый такой простой вопрос. Ответ тоже очень простой, само выражение, это же образное, нет у Всевышнего в этом мире ничего, кроме четырех локтей лохи. Что такое четыре локти? Четыре локти, это, собственно говоря, условно, на современном языке можно было бы сказать, это аура человека, то есть минимальное пространство, в котором умещается человек, это четыре на четыре, то есть минимальный размер суки, это четыре на четыре локти. И вот это выражение, оно говорит, по-простому, если его понимать, оно говорит о том, что для Всевышнего его, как бы, цель, что ему нужно, четыре на четыре локтя лохи, то есть он находится не в пространстве четыре на четыре, а именно в лохе. Лоха и есть самое главное для Всевышнего. Это простое понимание этого выражения. Но Рамбам говорит, что он говорит, что на самом деле эти четыре на четыре, почему четыре на четыре? Потому что на самом деле людей, которые достигают совершенства, их мало, их очень мало, поэтому четыре на четыре, то есть здесь четыре на четыре, как указание на, так сказать, небольшое количество этих людей. Но на самом деле под Аллахой подразумевается, что под Аллахой подразумевается вот этот самый совершенный человек, который научился в том числе через Агаду истине, а через Аллаху добродетельный. Поскольку Аллаха является базой для выращивания этого парня, поэтому в это выражение говорит только Аллахе, но на самом деле подразумевает оно вообще как бы устную Тору, чем и является Мишна. И поэтому нету Всевышнего ничего, кроме четырех локтей Аллахи, имеется в виду, что нету Всевышнего ничего, кроме нескольких парней, которые вырастут на Аллахе добродетельными и постигающими истинами. Как же это сочетается с таким вот величием человека, о котором он говорит? И в общем-то я смотрю очень много противоречий, начиная с самой Торы, я не говорю про Каэли даже и про все остальное, не хочу это все перечислять. Получается, четыре локти, это четыре какие-то конечности, на карачках, весь человек. Да нет, это же образное выражение. Я понимаю, я продолжаю условно этот образ. То есть, не говоря уже, это, кстати, чисто суверенное понимание, чисто расистской такой расистский подход, и я бы это все бы оставил в покое, честно говоря. Нет, расизма здесь как раз нет, в отличие от Иуда Иолиев. Ну, я не буду об этом спорить, не хочу об этом говорить, я как бы... Нет, мы об этом будем говорить, поэтому это правильно. Тогда поговорим, да. А вот что я хотел сказать, с сопоставлением реальной практики иудаизма, опять-таки, это полное противоречие, никто нещит, никаких идей, никто не познает мир, все уткнулись учить Талмуд, и как из этого может получиться вот такой вот разумный, великий человек, причем учат все, а их не как бы они отбирают, не отсекают на каком-то определенном этапе. Евгений, а вы про какой опыт говорите, где, где, в каком иудаизме? Опыт, насколько он неизвестен вообще. современный. Современный опыт, да, современный, ну, по крайней мере, не пошли по пути Рамбама, а Рамбам предлагал другое, Рамбам предлагал другое, по его пути не пошли, иудаизм не пошел по пути Рамбам. Более того, можно сказать, что и во времена Рамбама, может быть, большинство сидело и учило Талмуд, и, возможно, он как раз хотел, чтобы они занимались чем-то другим, он же говорит о том, что наши мудрецы времена Талмуда на самом деле постигали истину. Прав он или нет, это отдельный вопрос, да, или как бы насколько он сам верит в то, что мудрецы Талмуда и Моисей, и пророки постигали именно истину, а не что-то другое, что они занимались в каком смысле философией. Но верит он в это или нет, это отдельный вопрос, то есть, но то, что он говорит, что это так, это очевидно, мы это читали. Если это так, он говорит, то и мы должны продолжать, и мы должны продолжать изучать науки. Они изучали науки, и мы должны изучать науки, и в их словах мы видим на самом деле не что иное, как науку. А то, что некоторые ребята в их словах видят что-то другое и изучают, например, только Аллаху, пользуясь как раз вот этим выражением, что нет у Всевышнего ничего, кроме четырех локтей Аллахи, неправильно его понимая и считая, что только занятие Аллахой и есть божественное предназначение, они грубо ошибаются, говорит, понимаете. Ну, хорошо, ладно, я не буду все вопросы задавать, по крайней мере, он мог бы, по крайней мере, сопоставить с Каэлитом, и совершенно разные... Он, что значит сопоставить, он сопоставит с Каэлитом и не раз. Понятно, что сопоставит с Каэлитом, он будет говорить о том, что, забегая вперед, скажем, что Соломон – это философ, и все его книги, все три приписываем книги, а именно Широ Ширим и Мишлей и Каэлит – это философские произведения, которые нужно читать соответствующим образом. Это он скажет, мы это увидим. Ну, хорошо. Тут, конечно, самый интересный вопрос, как происходит этот отбор, происходит это просеивание, если человек уже как бы в чем-то он признается авторитетным, в чем-то нет, кто это решает. Как это... Он не говорит пока о том, кто решает, кто ставит экзамен, кто дает диплом совершенного человека. Он об этом не говорит, конечно. Он говорит о том, как это должно быть. как это должно быть. Это в каком-то смысле неважно, кто дает диплом. Сам совершенный человек достигает этой самой истины, и ему все становится ясно. Не нужен диплом. Кто его, так сказать, оправдывает в этом положении, в этом жмании? То есть, каждый может это сказать, что я достиг высших... Это сказать может каждый. Это правда. Сказать может каждый. Но он же говорит пока не о признании, а собственно о достижении. Я понимаю. Я говорю уже после. Я говорю именно о практике еврейства. То есть, если нет таких, как бы, ну не я говорю, абсолютных... Эмиль, так практика еврейства, еще раз подчеркну, практика еврейства, она вовсе не по-маймонину. В том-то и дело. Я понимаю. Еврейство не по-шопу. А по-кому она? Ну, например, по Саади. То есть, мы будем говорить об этом дальше. Кто что вложил. Маймонид тоже вложил, конечно, свою лепту в, так сказать, в мейнстрим. И что-то от Маймонида в мейнстрим попало. Но не эта идея. Не идея того, что на самом деле совершенный человек, это у него совершенный человек, это философ. Правда? Добродетельный философ. Я говорю, кто отбирает, почему Саади, а не Рампам? Почему не... А, кто отбирает, почему культура или традиция развивается так или эдак? Ну да. Это большой вопрос, да? Какие идеи укрепляются, почему какие-то отвергаются и так далее. Мы будем говорить о споре вокруг произведения Рампама, когда мы его прочитаем. Но пока я думаю, что это как бы слишком общий вопрос, да? То есть, у нас нет механизмов. Я не знаю, почему, например, идеи коммунизма охватили массы. Не знаю, почему. Но охватили как-то. Разно проще. Почему идеи национал-социализма пробили себе дорогу? А почему Ницше, который вряд ли подразумевал это, вдруг оказался такой популярным? Это вопрос. Почему Гегель 200 лет держал все человечество в цепях своей концепции? И все были гегельянцами на протяжении ну, если не 200 лет, ну, по крайней мере, да? Сотни лет уж точно. Разница. Это вопрос, вопрос. Это, ну, как бы, слишком большой вопрос. Что это все сменяется одно другим, а еврейство, оно как бы представляется цельным, оно не спешит, так сказать, изменить свои какие-то... Что не спешит, что не спешит, не понял. Спешит изменить свое, как бы концепции, да, еврейства. То есть, оно в отличие... Меняет, оно все время меняет свои концепции. Вот, пожалуйста, мы сейчас видим концепцию иудаизма, которая не была принята, а была попытка изменить, а вот Саади, например, изменил. Ну, тогда это дело времени, получается, хорошо. Ну, да, это в том числе дело времени. Дело времени. Что-то отпадает, что-то шлипает, это интересный вопрос, но на него очень сложно ответить. По крайней мере, сложно ответить, не имея самой большой картины развития еврейской культуры. Мы, собственно говоря, двигаемся. Сейчас мы говорим не про еврейскую культуру в целом, мы говорим о еврейской мысли, так сказать. Еврейская мысль это не все еврейство. Есть же и всегда существовало полно евреев, которые не относились к истории мысли, и собирались с ней философствовать или чего. И это тоже важная часть любой традиции. Но если рассматривать историю, для этого, собственно, ее изучают, историю культуры, историю мысли, для того, чтобы мы на основе той картины, которая будет получена, в надежде, что она будет получена адекватной, сделать предположение как раз относительно того, как развивается традиция, по каким законам она живет. Естественно, что это навряд ли сводится с одной стороны, может быть, сводится к роли личности, какая-то личность сильная или повлиявшая, но чаще всего не в этом дело. то есть дело не совсем личности в каких-то механизмах принятия или отторжения тех или иных идей. Почему вообще вот эта идея монотеистическая так захватила весь западный мир? Что здесь такого? Казалось бы, язычество гораздо симпатичнее. Нет, но тут есть ответы на эти все вопросы, более поздние, так сказать. Ну, вот в том-то и дело, что они с одной стороны есть, с другой стороны и да, и нет. То есть это сложные вопросы. Но мы попробуем их в каком смысле задать, наверное. Посмотрим на более продолжительный процесс развития средневековой философии, попробуем в том числе ответить на вопросы, почему те или иные идеи стали популярными, а другие наоборот оказались отвергнут. Ну, хорошо, спасибо. Спасибо. Может быть, еще кто-то что-то хотел сказать, заметить, спросить. Если нет, то прощаемся до следующей недели. совместителей счастлива. До свидания. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...